Этанол Ядовитое вещество Дым сожженного табака содержит тысячи токсинов, 40 из которых канцерогены. Героин разрушает мозг в считанные годы. Все наверняка об этом слышали. Нет числа несчастьем, которое несет людям самоотравление. Мы сталкиваемся с его тяжелыми последствиями ежедневно. Но тогда почему люди идут этим гибельным путем? Этот же вопрос задал себе советский психофизиолог, кандидат биологических наук Геннадий Андреевич Шичко. Люди рождаются естественными трезвенниками, однако со временем почти все утрачивают трезвость. Почему и как это происходит? В ходе своих научных поисков ленинградский ученый пришел к важному выводу. Отравляться человека заставляет социальная запрограммированность. Каждый ребенок, который появляется на свет, чистый лист. С первых же дней новорожденный начинает словно губка впитывать знания об окружающем мире. Его мозг проделывает титаническую работу. Ребенок усваивает язык и уклад общества, в котором ему предстоит жить. У него нет никакой потребности в алкоголе и табаке. Он совсем ничего не знает об интоксикантах. Но обычаи самоотравления – данность в нашей культуре. Поэтому ребенок их усваивает, как и все остальное. Он видит эти обычаи в своем окружении, в семье и на улице. Узнает о них через средства массовой информации, телевидение, кино и литературу. В своих играх дети во всех подробностях изображают алкогольное застолье. Они произносят тосты, чокаются, а позже точно воспроизводят нетрезвое поведение взрослых. У подавляющего большинства ребятишек появляется установка – вырасту, буду делать так же. Формируется убежденность – все так делают, это нужно делать и мне. В детских умах закладывается программа самоотравления. Ребенок начинает верить в то, что травить себя – занятие необходимое. А потом однажды человек приобщится к яду. Он подчинится внедренной программе. Положительное отношение к интоксикантам формируется еще в детстве. Ребенок, безусловно, доверяет взрослым и воспринимает их привычки как нечто само собой разумеющееся. Дети перенимают модели поведения, которые видят в обществе, в том числе и эту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова